Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня мы рассмотрим вопросы по географии. Первый вопрос. Ниже на карте обозначены земли первых центров цивилизации. Определите общие особенности, соответствующие этим местам. Первый вариант. Благоприятный климат. Благоприятный климат на земле расположен во многих местах, поэтому это не является основным фактором. Второе. Б. Наличие леса. В древние времена, когда возникли первые центры цивилизации, земля была покрыта, большая часть земли была покрыта лесом. Поэтому, конечно, наличие леса не является основным фактором. Третье. С. Наличие большого количества осадков. Наличие большого количества осадков также не является основным фактором для первых цивилизаций. Последний вопрос. Д. Плодородные земли и наличие источников воды. Это верный ответ. Действительно, плодородные земли и наличие источников воды это очень важный фактор Именно для первых цивилизаций. Это цивилизация, египетская цивилизация на реке Нил. Затем цивилизация в междуречье Тигра и Ефрата, Месопотамия. Затем это цивилизация Инда, индийская цивилизация. И, конечно, китайская цивилизация именно на реке Хуанхэ и Янзи. Второй вопрос. Реки Казахстана, где весьма значительна доля снеговой и ледниковой воды. Это означает, что эти реки берут начало с высоких гор Казахстана. Высокие горы Казахстана расположены на юго и юго-востоке Казахстана. К таким рекам относятся у нас это первое Иле, второе это Сырдарья. Иле и Сырдарья берут начало с Цянчанских гор. Остальные реки, такие как Есиль, Торгай, Нура, они берут начало с Сарарки. Сарарки не относятся к высоким горам. И затем это реки Жаек, потом Жаек, Эмба, это реки именно Уральских гор. Уральские горы, мы знаем, это низкие горы, также не относятся к высоким горам. Поэтому единственный правильный ответ у нас будет это что? Это первое Иле и пятое Сырдарья. Поэтому правильный ответ это будет у нас вариант А. Третий вопрос. Это нужно найти именно группы отрасли, относящиеся к производстве, где верно показано. Так, группа А. К группе А у нас относятся метаургия, машиностроение и также химическая промышленность. К группе А. К группе А. У нас относятся это текстильная, швейная, хлебопекарная и молочная. Рассмотрим ответы. Ответ, где у группы А первая, четвертая и пятая. Это вариант Б. Поэтому единственным правильным ответом, что это будет у нас вариант Б. Так, четвертый вопрос. Известно, что ветер влияет на климат. На карте указано направление ветра в фен. В регионе найдите, какой из этих ветров вызывает больше засухи. Да, ну, ветер, фен, да, теплый ветер, фен дует с небольших гор. Да, поэтому, конечно, это у нас, где больше возвышенности, да, это у нас, конечно, вариант, второй вариант, да, под номером два. Да, остальные варианты просто, да, не соответствуют. Да, и поэтому у нас, вот видите, это дует вообще, с моря дует, да. Да, и поэтому правильный ответ у нас будет, это вариант Б. Так, на картинке показано внутреннее строение Земли. Определите неверное заключение. Так, нам нужно найти именно неверное заключение. Между земной, да, между земной, это земная кора и внешние ядра расположены, что мантия. Это верное заключение. Затем ядра толще мантии, ядра, да, ядра, включая вот и внешнее, и внутреннее ядра, конечно, оно больше мантии по толщине. Затем толщина земной коры в горах больше, это также правильно. Единственный неверный вариант, это что? Вариант Б. Это слой с максимальной толщиной, это земная кора. Мы видим, что земная кора составляет около 70 километров, да. Поэтому, конечно, по сравнению с остальными слоями внутри Земли, конечно, земная кора это самая минимальная толщина. Поэтому неверное заключение это будет, что вариант Б. Шестой вопрос. Определите общие особенности закрашенных зон на рисунке. Здесь мы видим 4 закрашенные зоны на рисунке. Да, это все зоны расположены в пустынной местности, да, с сухим климатом, да, и что, например, здесь очень низкая плотность населения. Это вот пустыни, да, пустыня Аризона, да, пустыня Атакама, и пустыня Сахара, и пустыня Калахари. Поэтому правильный ответ, конечно, это будет, что именно регионы с сухим климатом, регионы с низкой плотностью населения. К высокогорным краям приведенные географические объекты не имеют никакого отношения. Поэтому правильный ответ у нас будет вариант Д. Так, седьмой вопрос. Укажите легирующие металлы. Ну, к легирующим металлам относятся именно такие, имеется в виду, тугоплавкие металлы, да. Ну, алюминий, титан, это что? Это легкие металлы. Так, золото и серебро. Это драгоценные, да, или благородные металлы. Так, свинец и цинк. Это тяжелые металлы. Так, и единственный вариант у нас, правильный ответ, это, конечно, вот, легирующие, да, или вот, тугоплавкие металлы. Это у нас, конечно, что вольфрам и молибден. Восьмой вопрос. На рисунке показан эффект от углов падения солнечных лучей на поверхность Земли. Соответственно, найдите регион, где меньше поступает тепла в течение года. Солнечные лучи на экваторе падают ответственно. Дальше они идут наклонно, сильно наклонно, да, и скользящие. То есть, меньше всего тепла попадает именно на полюса. Поэтому регион, где меньше поступает тепла, этот регион расположен ближе к полюсам. Из всех приведенных ниже вариантов мы видим, что наиболее ближе всех к полюсам это остров Гренландия, который полностью покрыт ледниками. Девятый вопрос. Определите причину перемещения Солнца в течение суток, как показано на рисунке. Первый. А. Форма Земли. Форма Земли, конечно, не влияет на перемещение. Затем наличие эллипсоиднообразной. Это также нет. И вращение Земли вокруг своей оси. Именно Земля вращается вокруг своей оси в течение суток, то есть 24 часов. Поэтому происходит движение Солнца именно на небосклоне. Поэтому правильный ответ, конечно, это вариант С. Десятый вопрос. Регион распространения покровных ледников. Ледники делятся на покровные и горные ледники. Так, Кавказ и Гималайи – это у нас горные ледники. Да, горные ледники. Горные ледники. Новая Гвинея. Новая Гвинея расположена на экваторе. Поэтому экваториальный климат и, конечно, отсутствие ледников. Отсутствие ледников. И единственный вариант, где распространение покровной ледники – это, конечно, у нас Гренландия. Также и Антарктида. Одиннадцатый вопрос. Азиза на летних каникулах поехала в деревню во время четырехчасовой дороги, увидела такие растения, как сосна, дуб, кустанки, кисарники. По прибытии села нарисовала план увиденных в пути растений. Так, план Азизы внизу. Вот мы видим план Азизы. И в плане Азизы недостаточно описания особенностей именно растений. И определить, какие из выше приведенных условных обозначений нужно использовать Азизы для показа особенностей этого плана. Нам нужно именно для растений. Нам нужен просто знак, показывающий высоту над уровнем моря. И второе – это условное обозначение почечного покрова. То есть первое и второе. Поэтому правильным ответом у нас будет вариант В. Двенадцатый вопрос. Изучив горизонтали на рисунке, найдите одинаковые по высоте зоны. Так, мы рассматриваем варианты. И мы видим, что здесь на плане приведены у нас горизонтали, показывающие высоту. Горизонтали – это линии, которые объединяют равные по высоте участки земли. И так, мы видим в горизонтали первая, вторая и третья. То есть точка под номером 1 расположена именно на третьей горизонтали. Так, затем мы смотрим, да, то есть эта точка не соответствует. Это также не соответствует. То есть здесь эта точка 1, 2, 3, 4. И у нас вариант остается только точка 1 и 4. То есть это 1, 2, 3. То есть обе точки расположены именно на, получается, третий варианте. То есть 1 и 4. Поэтому единственный правильный ответ – это будет у нас вариант А. Так, тринадцатый вопрос. Укажите неправильное заключение к точкам на параллелях. Именно неправильное заключение, да? Подмечаем, подмечаем. Неправильное. Точка М ближе всех к экватору. Действительно, мы замечаем, да, вот, следующий. Следующий внизу – это что у нас является экватор. То есть точка М действительно ближе всех к экватору. Поэтому это правильно. Второе. Б. Все три точки расположены в северном полушарии. 0, 10, 20, 30. Получается, это все три точки действительно расположены в северном полушарии. Это заключение верное. Третье заключение. Точка К самая отдаленная от экватора. Экватор – нулевая параллель. Точка К действительно наиболее дальше всех. Это также верное. И остается четвертое, последнее, правильное. Ну, единственный верный ответ у нас этот, который нам подходит. Это между точкой М и точкой на северном полюсе есть разница в 90 градусов. Северный полюс расположен именно на параллели 90 градусов. 90 градусов. Поэтому… А точка М расположена именно на параллели 10 градусов. Поэтому расстояние между точкой М и северным полюсом 10, 90 – это будет что, конечно, 80 градусов. Поэтому 90 градусов – это что, неправильное заключение. Нам именно и нужно было найти именно неправильное заключение. Четырнадцатый вопрос. Ниже приведены обозначения, связанные с атмосферными осадками. Это первое явление при сильном морозе и тумане, может быть очень значительным в горных лесах. И третье – кристаллическое отложение льда. Все эти атмосферные явления происходят именно при изморозе. То есть мы смотрим здесь вариант Б – дождь. Вариант С – снег. И вариант Д – это град. Изморозь. Единственный вариант – это у нас вариант А. Пятнадцатый вопрос. В пропущенные места поместите подходящие метаморфические породы. То есть гранит и песчаник. Метаморфические. Гравий, конечно, не является метаморфической породой. Гуау, беруа, соль и туф – также не метаморфические. Каменный уголь – это также нам не подходят эти варианты. И остается у нас последний правильный вариант. Это у нас, конечно, гнейз. Гранит превращается в гнейз под воздействием тепла и давления. И песчаник превращается в кварцы. Поэтому правильный ответ – это будет Д. Шестнадцатый вопрос. По географическому признаку страны классифицируются как островные, полуостровные, страны-архипелаги, внутриконтинентальные. Соответственно, из ниже приведенных рисунков определите полуостровную страну. Вариант А мы видим – это островная страна Мадагаскар, страна Африки. Здесь вариант С мы видим – это страна-архипелаг Индонезия, которая расположена на архипелаге Большие Зонские острова. И Казахстан – это у нас внутриконтинентальная страна. Единственный вариант – это полуостровная страна. Это мы видим здесь скандинавский полуостров, то есть это страны Норвегия, Швеция. И здесь также приведена еще и полуостровная государство – это Дания на Ютландском полуострове. Так, семнадцатый вопрос. Посмотрев на рисунок, определите правильный вывод относительно движения Земли и Луны в ниже приведенных вариантов. А. Солнце вращается вокруг Земли в направлении… Ну, конечно, Солнце не может вращаться вокруг Земли, так как Земля вращается вокруг Солнца. Да, Луна вращается вокруг Земли в направлении во втором направлении, правильно, да. И Земля вращается вокруг своей оси по направлению также, правильно. Поэтому, конечно, эти Б и С верны. Да, и правильный ответ – это у нас что? Конечно, вот варианты вот, что Б и С. Так, теперь, восьмнадцатый вопрос. Природный объект Северной Америки, размещенный в меридиальном направлении. Рассматриваем варианты. Восточноевропейская равнина. Расположена это что? Материк Евразии. Западно-Сибирская равнина. Также Евразия. Горы Альпы. Это также Евразия. И великие равнины. Великие равнины. Единственный правильный ответ – это что у нас? Это у нас Северная Америка. Найдите вариант, где верно указан порядок небесных тел. Верно указан. Так, и мы рассматриваем варианты. Вариант А. Солнце, Нептун, Марс, Сатурн. Здесь мы сразу замечаем, что, конечно, порядок выстроен неправильно. Так, затем вариант Б. Меркурий. После Меркурия должна идти вторая планета от Солнца. Это у нас должна быть Венера. Но Венера здесь у нас показана четвертым. То есть этот вариант также нам не подходит. Так, и вариант С. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Этот вариант верен. Это действительно правильный, верный порядок. И последний вопрос. Укажите зону, где люди носят только одну сезонную одежду. Рассматриваем варианты. Вариант первый, что это Северная Америка, где заметны, конечно, сезоны года. Все четыре сезона года. Это территория США и Канады. Да, поэтому этот вариант нам не подходит. Второй вариант это территория Азии, государства Бангладеш, где два сезона года. Это влажное лето и сухая зима. То есть там два сезона года, конечно. И третий вариант это Европа, где также четыре сезона года заметны. И последний вариант это что именно экватор. На экваторе мы знаем температура всегда одна и та же. И большое количество осадков только один сезон года. Поэтому, конечно, правильным ответом является именно вариант Д. На этом все. Спасибо за внимание. Желаю удачи на экзамене.